Здравствуйте, дамы и господа! Сегодняшний доклад будет посвящен лабораторным аспектам диагностики бобезиоза собак и кошек. Точнее, я хотел посвятить его лабораторной диагностике. Но, насколько я понял, по предыдущему докладу, что касается гемолитических анемий, все было подробно рассказано. Я лишь покажу, насколько это имеет значение при диагностике бобезиоза, сколько это имеет значение в патогенезе бобезиоза. И тогда у нас, получается, сегодня есть время даже поговорить о лечении, поговорить о каких-то отстраненных, скажем так, несколько, может быть, даже от ветеринарии вещах. Ну и самое главное, то, что я попытаюсь сегодня еще донести, это жизненный цикл развития бобезей. Я уже просто взял на себя такую функцию, не знаю, за все, наверное, фармкомпании работать, и за ветеринарные институты, потому что почему-то у нас не любят говорить про жизненные циклы бобезей. И все время как-то в вузах его урезают, рассказывают только половину истории. Я вам расскажу вторую часть истории. Итак, возбудителей бобезиоза у собак много. Это не один вид, это целая плеяда видов. Их принято во всем мире разделять на две большие группы, так называемые большие бобези. Ну, большие в скобках, понятно, что они все равно микроскопические, да, и глазами их не видно. И принято выделять три вида. Это бобезиоканец, тот самый номинальный вид, либо подвид бобези, которым мы чаще всего с вами и встречаемся. Потому что мы живем в относительно северной части Евразии. Я сам из Новосибирска, у меня встречается только этот данный подвид. Других подвидов у нас до сих пор не зарегистрировано у собак. Ну, во всяком случае, на настоящий момент. У нас имеется вид или подвид бобезиоканец вогили, или вожили ее называют. Ну, вообще латынь считается как вогили, да, а на самом деле, если читать правильно фамилию, наверное, все-таки вожили. Южно-европейский вид, либо подвид больших бобезий. И бобезия канец-ройси, ну, это однозначно, на самом деле, отдельный вид. Так уж, во всяком случае, говорит нам молекулярная генетика. Это бобезия-ройси, которая встречается в Африке. Самое интересное, что все то, что мы знаем о бобезиозе собак, о его лечении, о его патогенезе, все то, что касается всевозможных клинических исследований бобезиоза, почти все, вот весь этот багаж знаний, он относится к бобезии-ройси. Как ни удивительно. Дело в том, что самая лучшая группа по изучению бобезиоза находится в Южной Африке, на факультете города Андерстудпорт. Это одна из лучших ветеринарных школ в мире, на самом деле, ведет свою историю от британской ветеринарной школы. И, собственно, бобезиоз изучался фактически все то, что известно в западном мире, именно на этом отдельном виде бобезий. И самое интересное, что это самое тяжелое заболевание, да, из всех бобезиозов, вызываемые бобезией канец-ройси. И оно уникально и сильно отличается от того, что, например, бывает при заражении бобезии канец-канец, к которым мы с вами привыкли, и тем более радикально отличается от бобезии канец-воджили, которая на самом деле вызывает настолько легкое заболевание, что большинство животных вообще бессимптомно переносят заражение бобезиозом, вызываемым именно этим видом. И, соответственно, нельзя так легко переносить все то, что написано в западной литературе, не разбираясь, где это было написано, да, посмотрели, если в Африке, значит, это не про нас на самом деле, потому что это абсолютно разные заболевания, и есть отдельная даже статья, разные виды бобезий, разные заболевания. И так называемые малые бобезии, которые имеют размер менее радиуса эритроцита, их сразу несколько видов за последнее время было описано, или предприняты попытки, скажем так, описать. Это бобезия гипсони. Ранее почему-то в литературе упоминалось, что она встречается только на Дальнем Востоке, а реально же она встречается у нас на юге России. Есть подтвержденные случаи этого заболевания. Недавно был случай, описан у нас в Санкт-Петербурге, да, прекрасный случай, целый кейс-репорт такой, выложен в группе на Фейсбуке, можете ознакомиться, очень интересно, тем более, что все это закончилось полноценным лечением. Владелец еще и нашел препарат, который необходим был для лечения. Кейс очень-очень интересный. Регистрируется также и в Москве. Разумеется, большая часть случаев, наверное, бобезиоза, вызванная бобезией гипсони, это завозные для нас случаи, но я имею в виду для нас, это для Новосибирска, для Санкт-Петербурга и для Москвы. Но, тем не менее, как я потом буду дальше говорить, вполне возможно, у нас есть собственные локальные очаги бобезиоза, вызываемые бобезией гипсони. Мы, видимо, об этом просто еще пока слишком мало думаем, либо слишком мало знаем. Бобезия Конрада недавно была описана в США. Раньше ее рассматривали как бобезия гипсони, какой-то такой американский штамм. Потом стало понятно, что это отдельный вид точно так же. Опять же, когда начинаете читать литературу, все то, что написано про бобезию гипсони где-то там в США, это не относится к тому, что на самом деле бобезия гипсони у нас. Очень сложно бывает ориентироваться во всем этом. На самом деле, я не знаю, сколько у нас будет видов бобезий в конечном итоге лет через 10. Думаю, что будет описано еще штук 5 запросто. Значит, у нас есть еще бобезия микроти, похожая, скажем так, на микроти, или их называют бобезией микроти-лайк в литературе. Недавно его пытались три раза описать как отдельный вид. Значит, Тейлерия Анны она называлась, бобезия Анны, потом ее переименовали в бобезию вульпис. Ни один из этих названий вообще не пригоден для использования, поскольку были нарушены правила зоологического кодекса. Поэтому пока будем обзывать ее бобезией микроти-лайк, пока кто-нибудь, не знаю, может быть здесь из вас, не возьмет, не намажет на стеклышко, и не опишет ее как новый вид по всем правилам, как положено. Бобезия эквим, посеместный паразит лошадей, встречается в принципе везде, вызывает заражение у собак, то есть их можно обнаружить путем ПЦР, либо секвенирования, но так или иначе, при этом животные-то не имеют клинических признаков. Ну, во всяком случае, когда ее обнаруживали, животные были здоровы. И это говорит о том, что бобезии на самом деле не столь строгие паразиты, не настолько четко приурочены к своим хозяевам, и очень любят, видимо, правила вообще нарушать. Что касается кошек, у них также имеется две группы, больших и малых бобезий. Большим бобезиям относится это бобезия кани с презентием, отдельный подвид, который был описан от кошек в Израиле. Есть также другие виды, которые встречаются. Это бобезия герпа и лури, описан из Южной Америки, от, если не ошибаюсь, Ягуаранди. Кроме того, известны случаи заражения бобезией вожили кошек. И, кроме того, довольно-таки интересные работы были опубликованы за последние пару лет, когда бобезию канис-канис, тот самый классический подвид бобезий, который мы с вами привыкли обнаруживать у собак, обнаруживали и у кошек. И, само собой, целая плеяда малых бобезий. Это бобезия фелис, бобезия кати. Встречаются они в Африке, в Индии у крупных кошек, но экспериментально было показано, что они прекрасно приживаются в организме наших с вами мелких плотоядных, которых мы лечим. И, соответственно, также вызывают у них клинические признаки. Цитозон фелис. Не знаю, насколько справедливо выделять его в отдельный род. Я сейчас еще покажу, в каких родственных отношениях между собой находится бобезий. Так, просто для общей справки. Регистрируется в Северной Америке. И в последнее время несколько случаев было описано в Европе, что вполне возможно связано с тем, что мы не так хорошо искали всегда цитозона в Европе, просто не рассчитывали на него как-то и никогда не проверяли, либо с тем, что все-таки он был интродуцирован из США, соответственно, в Европу. Теллерия Анны. Все та, да, самая микроти-лайк бобезия. Регистрируется у кошек в Испании. При этом не совсем понятно, какое клиническое значение данный вид имеет у кошек. И, наконец, истинная бобезия микроти. Это паразит грызунов, полевок прежде всего. Один из самых распространенных, наверное, в России видов бобезий, поскольку он есть в любом точно регионе, где есть клещи и где есть полевки. А клещи у нас есть почти везде, а полевки-то уж тем более везде. И, соответственно, бобезия микроти неоднократно уже регистрировалась у кошек, и при этом было показано, что она способна вызывать клинические признаки заболевания у кошек. Поэтому, грубо говоря, мы должны понять, что специфические паразиты кошек, такие как бобезия фелис, бобезия катя, это где-то не у нас, бобезия канис презентия не у нас, но у нас присутствуют всегда казуистичные такие случаи, заражения как бобезия микроти, или, например, бобезия канис-канис. Как минимум, вот эти два вида у нас точно имеются на территории, и поэтому периодически подозревать кошек в бобезиозе мы имеем полное право. Что касается случаев, которые описаны у нас в литературе, из всех тех случаев, которые мне удалось ознакомиться, опубликованные, я имею в виду, случаи на русском языке, ни один случай не был подтвержден какими-то специальными методами исследования, я имею в виду ПЦР, и тем более секвенирование выделенного ДНК, и все то, что описывается, это находки некие в эритроцитах бобезий у кошек. Причем ни одна публикация не сопровождалась на самом деле фотографиями, поэтому у меня всегда возникает вопрос, а то ли вы видели, ребята, да, как бы я с одной стороны с уважением отношусь ко всем исследователям, но надо понимать, что очень много бывает всевозможных находок, да, довольно-таки странных, когда смотришь и думаешь, вот бобезия это или не бобезия все-таки, да, и тут, как бы, само собой надо эти вещи как-то подтверждать, я не знаю, указывать размеры, делать фотографии, но тем не менее, вот полноценных подтвержденных случаев я до сих пор не встречал. Что касается Украины, очень интересный вопрос, мне на днях задали в Киеве, и относительно бобезиоза у кошек, у них есть подтвержденные случаи при помощи ПЦР, при этом работник лаборатории утверждало, что они имеют дело все время с бобезией фелис, на что я им сказал о том, что, извините, мы не в Африке живем, нет у вас бобезии фелис, и, разумеется, когда мы начали разбираться, я просто написал в лабораторию, попросил прислать праймеры, которые они разработали для определения, и оказалось, что эти праймеры на самом деле могут срабатывать, например, на бобезию микроте, ну, то есть, просто неправильно разработан был набор, поэтому пока Африка в Украине отменяется. Значит, что касается кошек, еще пару буквально слов, значит, относительно того, какие-то кошки были обнаружены, да, и заподозрены в заражении бобезией Канис-Канис. Это были испанские, да, исследователи, которые в ПЦР обнаружили у клинически больных животных бобезию Канис-Канис. Самое интересное, что все эти кошки были фил-Ви-позитивны. И тут у меня возникает большой вопрос, они, значит, заразились бобезией Канис-Канис, потому что они были иммуносупрессированы, да, то есть, это первый вопрос, то есть, может быть, это казуистика связана с тем, что здесь как с ВИЧ инфицированными, точнее, с ПИД больными, да, людьми, которые собирают на себя все и вся, да, любой паразит может приживаться. Либо другой вопрос, сам по себе вирус лейкоза, по всей видимости, имеет возможность, да, вызывать ту самую иммуноопосредованную гемолитическую анемию, соответственно, абсолютно такую же картину, как и при бобезиозе, да, то есть, не факт, что здесь были виноваты непосредственно сами бобезии. Значит, вот здесь показано дерево родственных отношений бобезии. Сейчас в мире принято систематику строить на основе молекулярных данных, то есть, на последовательности ДНК, и на этом вот дереве, конечно, очень сложно что-то так полноценно рассмотреть, было показано, в каком родственном отношении находятся разные виды бобезий. Ну, во-первых, мы как-то привыкли к слову пероплазмы, да, помните такое. Пероплазмозом у нас в свое время называлось заболевание из-за того, что крупных бобезий в свое время вывели в отдельный род пероплазма и долгое время его отстаивали наши, ну, скажем так, постсоветские или советские ученые. Но было показано, что, например, в один тот же род, в одну и ту же группу, куда сходит бобезия Канис-Канис, вот жили Росси, то есть крупные бобезии, например, относятся малая бобезия Гипсоне. То есть, они являются очень близкими родственниками, разумеется, нельзя их разделять в отдельный род. Мы видим, да, вот то, что вот эта вот веточка отдельная, этого филогенетического дерева, она явно уж точно относится к бобезиям, да, но при этом там находятся и малые, и большие бобезии. И с каких пор у нас мирный признак вдруг является каким-то родовым, да, то есть, ну, вот одна кошка поменьше, другая попольше, значит, это в отдельный род пойдет, да. Но это как-то несколько странно. Вот, и что касается того самого цитозона, он имеет ближайшего родственника, это бобезия Экви, скорее всего, он перестанет быть отдельным родом, всех их соберут в одну кучку и назовут Тейлериями, и будут жить они вот в этом роде. Так что у нас впереди еще большие-большие преобразования, будем учиться все говорить заново, да, только сегодня выучили, наверное, слово цитозон, придется забыть, называть Тейлериоз кошек каких-нибудь, да. Значит, я думаю, что все вы прекрасно знаете, как выглядит бобезия, сегодня мы будем больше частью говорить о бобезиозе, вызываемом именно бобезии канис, причем больше говорить будем именно о бобезии канис-канис, о классическом подвиде. Очень часто мы их видим в мазке самыми разнообразными, это всегда довольно-таки крупное образование, да, внутри эритроцитов, и при этом бобезии, размножаясь в эритроцитах, меняют свою внешнюю форму, сначала проникающий трофозоид, питаясь в эритроците, выглядит вот таким вот образом, в виде колечка, потом он вытягивается, образует какую-то амебовидную форму, потом делится, может делиться потом еще неоднократно, да, и картинки могут от этого у нас меняться. При этом мы всегда, обнаруживая какие-то образования внутри эритроцитов, должны обращать внимание на то, что, вот обратите просто здесь внимание на картинку, то, что у нас всегда имеется кондицированный генетический материал, то есть это не просто синее какое-то пятнышко, и не просто просветление какое-то в эритроците, оно внутри имеет тоже определенную структуру. Очень часто присылают фотографии всевозможных устойчивых к препаратам бобезий, прям вот очень часто мне приходится это видеть, или передают препараты, и говорят, вот посмотрите, вот там у нас бобезии какие-то, вот мы уже там сколько раз поставили препарат, никак не получается вывести, да, на самом деле это всевозможные артефакты, либо дефекты эритроцитов и так далее, они принимаются почему-то вот за бобези, да, то есть мы должны понять, что несмотря на микроскопические размеры, внутри бобезий мы даже что-то еще можем рассмотреть, чтобы точно сказать, это все-таки бобезия, а не пятнышко какое-то. Значит, что касается жизненного цикла, я уже сказал, да, я на себя взял обязательство всем рассказывать про жизненный цикл, потому что это самый частый вопрос, который достают потом врачи, представители фармкомпании, когда начинается беседа о том, а как же ваши препараты защищают от бобезиоза, если они же все равно заразы кусают. И, собственно, те заразы, которые кусают, это те самые клещи, которые являются окончательными хозяевами бобезий, то есть именно у клещей происходит половой процесс размножения бобезий, поэтому они являются окончательными хозяевами. И промежуточными хозяевами являются наши с вами питомцы. Чаще всего промежуточными хозяевами являются клещи рода дермоцентр двух видов на территории России, это маргинатус и ретикулятус. Он же иногда все время говорят о каком-то пиктусе, пиктус это синоним ретикулятуса, то есть на самом деле у нас два этих вида. Кроме того, промежуточным хозяином некоторых видов бобезий является репецефалис сангвинеус, он тоже присутствует у нас в России, и именно с ним, возможно, связан жизненный цикл бобезии гипсона на территории России, поскольку других специфических переносчиков этого вида у нас еще не было выявлено. Репецефалис сангвинеус, либурый собачий клещ, отличается тем, что, в отличие от всех остальных других клещей, он не нуждается в какой-то внешней среде, такой, как лук, газон, лес, поле, где должны жить первые прокормители, грызуны, на них питаться и так далее, ему достаточно будки и собаки. В будке должно быть тепло, температура должна быть всегда позитивная, то есть всегда положительная, и, соответственно, там он проходит полный свой жизненный цикл без каких-то трав, дерна, почвы, куда надо зарываться, то есть достаточно собаки, как прокормителя, и теплого помещения. И благодаря этому клещи репецефалис сангвинеус буквально путешествуют по нашей планете, захватывая все новые и новые территории. Постоянно меня все время, я не знаю, то ли радуют, то ли раздражают. Мои красноярские коллеги, они мне присылают все время клещей, они уже причем знают, от чего я начинаю пищать, они фотографируют обязательно хоботок клеща, чтобы сразу было видно, что это репецефалис, и присылают. Вот в очередном питомнике каких-нибудь померанских шпицев, которые содержатся в теплом помещении, их там сразу много. Это был питомник Шицу, по-моему, не померанские шпицы, Шицу. Соответственно, у нас обнаружены вот такие клещи, то есть Красноярск, даже не юг России, никакой репецефалис сангвинеус присутствует. Соответственно, ожидаем все паразитарные заболевания, которые с ним связаны в любом северном регионе. Ну, понятно, что заражение происходит в тот момент, когда клещи прикрепляются к животному, напиваются крови, и вот тут самый главный момент у нас настаёт истины относительно жизненного цикла. Нам почему-то каждый раз рассказывают одну и ту же самую историю о том, как клещ бьёт кровь, оттуда проникают некие бобези, попадают в кровоток, начинают размножаться в эритроцитах, соответственно, захватывая новые-новые-новые эритроциты. Потом пьёт опять клещ кровь, опять пьёт у следующего животного, и жизненный цикл повторяется. То есть нам всё время рассказывают историю, которая происходит вот где-то вот здесь, и при этом полностью забывают про клеща. Что происходит в клеще? Дело в том, что этот процесс довольно-таки хорошо и подробно изучен. Был ещё в 1972 году, первая публикация была посвящена тому, что происходит в слюных железах у клещей после питания заражённой кровью. Сделано это было при помощи электронной микроскопии, и было показано, что в слюных железах клеща происходит половой процесс размножения бобезей. Помните, вот весь этот кошмар на паразитологии, когда вы только-только пришли на занятия, а вам начинают рассказывать такие страшные слова, как спаргония, шизогония, шизонты, испаронты, гометы, зиготы, и вот этот весь ужас нам рассказывали про эмерий, нам рассказывали про циста из-за спор, но никто нам не сказал о том, что споровикам относятся туда же и бобези, и весь этот половой процесс происходит в слюных железах ещё и у клещей. То есть нам это, нашу психику, немножечко решили не травмироваться и вычеркнули это всё. Так вот, инвазионные стадии, которые заражаются соответственно, животных, а именно собак, является спаронд, который образуется в слюных железах у клеща, и, соответственно, он, проникая в кровь, заражает собак, ну и кошек, соответственно, людей, и других животных, и на процесс вот этого вот образования инвазионной стадии бобези уходит 48 часов, во время которых клещ питается на собаке. В слюных железах клеща, который находится в окружающей среде, этот процесс не происходит по той простой причине, что слюные железы не задействованы, они не функционируют, питательные вещества туда не поступают, клещи вообще очень экономны сами по себе, они буквально вырастают на собаке, они эти слюные железы буквально отращивают на ней, и до того момента, пока клещ не питается, этот половой процент не происходит. Нет полового процесса, нет инвазионной стадии внутри клеща, соответственно, невозможна передача от животного, от клеща животному, соответственно, бобезиоза. Было показано, что потребуется порядка 48 часов питания клеща на собаке, для того, чтобы сформировались эти самые спаронты, и произошло заражение собак бобезиозом. Дело в том, что первая публикация, где это было сделано в экспериментальном, на экспериментальной модели, она была опубликована на немецком языке, и половина мира на самом деле, все кто-то слышал, о том, что вроде как где-то там 48 часов, а как доказано, никто не видел, потому что на немецком читают не очень многие, про электронную микроскопию, это как бы, ну все, конечно, очень интересно, но это как-то непрактично все для нас, особенно для тех, кто работает в клиниках. Но недавно было сделано сразу два параллельных исследования, в которых было показано следующее. Брали заведомо зараженных клещей, садили на собак, предоставляли им возможность питаться на собаке разные промежутки времени, и после чего брали у собак постоянно кровь на ПЦР, например, разную цепную реакцию, и проверяли, присутствует там ДНК бобези или нет. И более того, у части собак, точнее у этих собак, брали кровь для исследования в иммуноферментном анализе. Почему? Потому что часть собак может заражаться бобезями, но при этом быстро их элиминировать, ввиду наличия иммунитета, их уничтожать, и таким образом ПЦР будет ложно-отрицательно, несмотря на то, что бобези все-таки в кровь проникали. А вот ИФА, иммуноферментный анализ, будет показывать у нас присутствие, прошлое присутствие бобези в крови, поскольку будет тогда у нас присутствовать антитела. И было показано, что в действительности при питании клещей менее 48 часов на собаке, такие животные остаются отрицательными в ПЦР и отрицательными в ИФА. Причем не только в течение вот этого эксперимента, но и спустя 30-60 дней после него специально делали контроль длительный на случай того, что, может быть, бобези слишком мало в крови, они, может быть, медленно размножаются и так далее. И таким образом мы теперь должны понять, что у нас всегда есть 48 часов снять клеща с собаки, и тогда у нас ничего не произойдет. Ну, либо препарат должен подействовать в течение 48 часов. При этом еще один цикл, который происходит внутри клеща, это передача самих бобезей следующим поколениям клещей. Они передаются трансавариально, то есть клещ, который вылупляется из яйца, уже внутри себя содержит бобезий. И вот этот вот процесс без присутствия собак, то есть когда клещ передает другому клещу все время бобезий, происходит до 40 поколений клещей. Если учитывать, что, например, на территории Сибири дермоцентры живут в течение трех лет, то есть взрослый клещ, который нападает на собаку, ему уже три года, потому что он прожил две зимы в спячке на стадии нимфы и личинки, то 120 лет, получается, 40 поколений может длиться без единой собаки на территории, а клещи остаются зараженными бобезиями. Я поэтому всегда говорю о том, что бобезия это паразиты все-таки клещей больше, нежели чем собак. Собаки это случайные пострадавшие. Что касается патогенеза и клинических признаков заболевания, здесь очень часто все начинается с того самого анамнеза, где животное находилось все это время, и очень часто врачи задают такой вопрос, а снимали или не снимали клещей. На самом деле этот вопрос он такой философский из разряда давайте поговорим об этом, потому что никакого клинического значения этот вопрос на самом деле не имеет. Если ответ будет скажем о том, что снимали клеща, это плюс вашу версию о том, что вы имеете дело с бобезиозом у собаки. При этом еще это может быть клещ, например, рода эксодос, который вообще не имеет отношения к переносу бобезий и соответственно опять же нам ни о чем не скажет. А с другой стороны если провести статистику в клиниках, где постоянно лечат бобезиоз, то вы узнаете, что порядка в 50% случаев клещей не находили владельцы и вы их соответственно не найдете сами на приеме при осмотре. Это одно из самых лучших подтверждений того, что клещи сначала прикрепляются, питаются около где-то недели, потом напившиеся отпадают, а потом только происходит развитие клинических признаков заболевания. Это как раз одно из таких важных доказательств. И при этом иногда некоторые владельцы или некоторые врачи говорят о том, что вот это все то, что прожизненный цикл, 48 часов, все это сказки. Мы берем, смотрим на собаку, собаке клинические признаки бобезиоза, и сидит вот такой маленький клещик, он только-только прикрепился и сразу заразил. Разумеется, это как бы несколько уже смешно по одной простой причине. То, что вы видите этого маленького клеща, он вообще ни в чем не виноват. То есть, все сделали уже до него, уже напились, отвалились, а он крайний в конце концов оказывается. Поэтому, конечно, находки клещей это интересно для общей, скажем так, практики, но иногда владельцы не в состоянии их найти и стесняются под хвост заглянуть или еще куда-то для того, чтобы обнаружить этих самых клещей. Итак, больше о чуть-чуть патогенезе заболевания. Собственно, существует два основных направления, скажем, патогенеза, которые приводят в результате к одним и тем же фактически клиническим признакам. И в зависимости от того, первый раз ли встречается собака с бобезиями, какого возраста собака, это может преобладать либо одно, либо другое звено патогенеза, но, скажем так, очень часто они встречаются одновременно и вместе, и плюс еще это зависит от времени, сколько животное болеет. Чаще всего встречается внутрисосудистый гемолиз, это наиболее часто распространенное звено, наиболее яркое, и чаще всего мы имеем дело как раз с животными, которые приходят после наступления внутрисосудистого гемолиза, когда эритроциты начинают распадаться внутри самого кровеносного русла из-за двух основных причин. Одна причина заключается в том, что бобезии едят, они выедают изнутри эритроцит, разрушают его, тем самым он становится очень нестой к воздействию любых механических воздействий, он распадается, из него выходят бобезии, проникают быстренько в другой следующий эритроцит, и там начинают размножаться дальше. Но самое интересное, что вот это звено патогенеза, оно имеет самое маленькое, наверное, клиническое значение. Почему? Любой человек, кто, например, взял бы покрасил с собакей кровь, вы увидите, что процент пораженных эритроцитов он 1-2-3 процента, то есть он всегда небольшой, но там в каждом десятом эритроците это относительно редко бывает, то есть процент пораженных эритроцитов не имеет большого значения для выраженности клинической картины, то есть подсчет эритроцитов здесь не имеет какого-то такого значения, более того, было показано, что при бобезиозе, вызываемом бобезией канис-канис, процент может быть ничтожно мал, а клиническая картина быть самой отягощающей. Ну, сами представьте себе, от гематокрита 1% или 3% отнять, ну, съели они 3% эритроцитов, что в этом такого страшного, да, ничего тут страшного не происходит. Поэтому на самом деле внутрисосудистый гемолиз чаще происходит по другой причине, а это именно развитие аутоиммунной гемолитической анемии в том понимании не как отдельного заболевания, как такового, а как просто части процесса уничтожения поврежденных эритроцитов. И, кроме того, по всей видимости, организм вообще начинает атаковать здоровые эритроциты, что связано, может быть, с двумя процессами. Во-первых, то, что в бобезии, постоянно разрушаясь в крови, либо обитая в кровотоке и в эритроцитах, выделяют какие-то антигены, проще говоря, это всего лишь белки, продукты их обмена, которые адсорбируются на эритроцитах и более того, еще и на тромбоцитах. И организм воспринимает такие тромбоциты или эритроциты как чужеродные и пытается их, соответственно, уничтожить. После этого уничтожения может происходить в масштабах очень серьезных. Именно поэтому, несмотря на небольшой процент зараженных эритроцитов, мы можем увидеть серьезные изменения гематокрита, когда происходит быстрый волнообразный гемолиз, раз, и собака лежит в лежку, и при этом гематокрит где-то ниже плинтуса находится. Внутриклеточный гемолиз это второе звено патогенеза, которое чаще всего бывает у пожилых животных, чаще бывает у животных, которые болеют уже не первый раз, которые особенно неоднократно заражались бобезиозом, либо это животные, которые пережили каким-то образом первую волну, то есть внутрисосудистый гемолиз произошел, при этом они остались живы, незамечены, может быть, владельцами, либо замечены, но как всегда у нас владельцы водочкой поили, там недельку-другую запоя у собачки было, а потом пришли соответственно с собакой, у которой наблюдается второе уже звено патогенеза, это внутриклеточный гемолиз. При нем происходит следующее, эритроциты изымаются из кровотока при помощи иммунных клеток, расположенных в селезенке прежде всего и в печени, для того, чтобы их отправить на утилизацию. Во-первых, те эритроциты, которые отправляются на утилизацию, они повреждены самими бобезьями, разумеется, и в селезенке происходит постоянный отбор, кто из вас пойдет на помойку, те эритроциты, которые хорошо гнутся в сосудах селезенки, изгинаются, протискиваются через узкие ее капилляры, считаются жизнеспособными и селезенка их пропускает. Те, кто гнуться не может, а гнуться не могут те, внутри которых сидит бобезья, те, на которых приклеились антитела, к примеру, как это было показано сейчас очень красиво на картинке, те, которые слепились по двое и так далее, идите сюда, и хватает макрофаг, втягивает, разрушает и тем самым происходит снижение гематокрита в целом. И, разумеется, оба этих звена ведут к следующему. Пропадает какое-то количество эритроцитов, неважно, по какой причине разрушаются, либо они внутри кровотока, либо внутри клеток печени, либо селезенки, или даже тех же самых легких лимфоузлов и так далее. Так или иначе, все это ведет к гипоксии. Недостаточному поступлению кислорода в тканях. Ну и отсюда все остальные клинические признаки. Что касается системной воспалительной реакции, она тоже всегда у нас присутствует. При бобезе канис-канис, она такая, скажем, умеренная относительно, при заражении бобезей РОСИ, это всегда выраженная системная воспалительная реакция, поэтому все, что описывается, страшные изменения обычно в литературе иностранной, они относятся именно к системной воспалительной реакции. По сути, это сепсис, поскольку мы имеем некий организм, который циркулирует в крови совершенно свободно, там размножаясь, перемещаясь. Но и мы сепсис обычно слово употребляем относительно бактерий, которые циркулируют в крови. По сути, здесь мало чем отличается, тот же самый микроорганизм и все симптомы и все реакции соответственно очень-очень похожи на сепсис как таковой. Единственная в чем разница, то, что если при сепсисе мы не можем использовать, например, глюкокортикоиды по одной простой причине, что мы тем самым снижаем иммунитет и бактерии у нас будут плодиться. Тут и здесь мы можем избавиться легко от бобезий и пользоваться глюкокортикоидами. Кстати, медики сейчас очень активно обсуждают ценность применения глюкокортикоидов при сепсисе. Есть данные о том, что при сепсисе можно глюкокортикоиды. Можно, но не значит, что нужно. К чему это ведет в виде клинической картины, как мы это видим непосредственно на собаке. При внутрисосудистом гемолизе мы первое, на что обращаем внимание, это на бледность, слабость у животного, наличие отдышки. Чаще всего по анализам мы обнаруживаем нерегенеративную анемию. И здесь уже было сказано об опасности интерпретации отсутствия ретикулоцитов в крови. Здесь происходит острый гемолиз и на самом деле ретикулоциты появятся позднее. То есть нам необходимо будет пересмотреть кровь через некоторый промежуток времени, поскольку процесс у нас острый, пока еще организм не успел среагировать и выделить ретикулоциты. Соответственно, мы будем обнаруживать гемоглобин урию. Если вы пользуетесь полосками для мочи, вы можете еще обнаружить уробилину урию, как еще одно небольшое подтверждение ваших предположений. Что касается гемоглобин урии, по полоскам она мало чем отличается от гематурии, поэтому необходимо обязательно все это проверять под микроскопом. Об этом тоже сегодня уже говорили. Кроме того, мы можем увидеть видимый гемолиз в пробирке, поскольку у нас исследование происходит непосредственно в клинике и исследование делает у нас каждый врач, мы гемолиз видим сразу и знаем, что гемолиз имеет отношение к этому заболеванию, потому что пробирки у нас не стоят никогда, некоторое время не доставляются в лабораторию. Мы в этом случае исключаем гемолиз, связанный с хранением, исключаем гемолиз, связанный с транспонтировкой и так далее. Более того, если вы там ставите реакцию оседания эритроцитов, вы можете там заметить гемолиз, опять же, окрашенная будет часть плазмы. Что касается внутриклеточного гемолиза, здесь мы можем обратить внимание на такие клинические признаки, как гепатомегалия, увеличение печени, спленомегалия, лимфоаденопатия, и, кроме того, мы будем обнаруживать билирубин в крови, повышенный, будет обнаруживаться билирубин в моче, опять же, будет присутствовать уробелин, ну и, разумеется, внешне это все будет проявляться желтушностью у животных. Значит, что касается гемоглобинурии, есть замечательная лекция, мне очень нравится название, такое провокационное, там, 50 оттенков желтого, да, вот здесь я не знаю, все цвета радуги, это вы говорили, как обозвать, да, значит, на самом деле, цвет мочи не всегда бывает значимым для диагностики именно гемоглобинурии, поскольку у ряда животных то есть цвет может изменяться совсем-совсем незначительно, моча буквально слегка розовая и владельцы этого не замечают, да, не все хорошо различают цвета и вообще возможность рассматривать цвет мочи у владельцев несколько все-таки ограничен, да, это не зима, чтобы на белом снежочке это смотреть, поэтому не ориентируемся, опять же, на цвет, ориентируемся на реакцию присутствия гемоглобина соответственно, в моче. Что касается агглютинации, агглютинацию мы наблюдаем очень часто, сделать это очень просто, смешав каплю крови с небольшим количеством физиологического раствора, оставить постоять недолго на стекле, и вы увидите, что кровь, она агглютинирована. Гемолиз, видимый в пробирке, здесь вот показан, да, он может быть либо ярко выраженный, либо в некоторых случаях мы можем видеть облачко свободного гемоглобина непосредственно над слоем красных кровяных телец. Ну, анимичность, наверное, все мы тоже представляем, так вот выглядит желтушность у животных, которые долгое время болеют. И, значит, еще одно звено, которое, я уже говорил, это гипоксия и ее последствия. Очень интересно каждый раз читать всевозможные материалы конференций к всевозможных вузов, да, где там преподаватели или там врачи публикуют свои какие-то такие первые шаги исследований. Очень часто попадаются такие статьи «Необычное течение бобезиоза в таком-то году. Мы наблюдали энное количество животных с диареей». И вот это вот постоянно, то есть необычное течение бобезиоза, оно встречается почти в каждом сборничке, если там есть бобезиоз и в его клинике. И все время вот эта диарея, как неспецифический какой-то странный аномальный признак бобезиоза, персистирует из одной публикации в другую. На самом деле надо понять, что диарея является чуть ли ненормальным признаком бобезиоза у собак. До 40% случаев бобезиоза у собак имеется панкреатит. Связано это с тем, что поджелудочная железа точно так же, как и все органы, испытывает гипоксию, происходит некроз клеток поджелудочной железы, высвобождаются ферменты, и все остальное, все то, что касается острого панкреатита, здесь присутствует. Вопрос только в том, насколько выражена клиническая картина. Очень многие животные не едят в этот момент, поэтому диарею мы не всегда наблюдаем у таких животных, но тем не менее лабораторно и многократно путем вскрытий было подтверждено, что порядка 40% случаев заболевания, вызываемого бобезией канис-канис, у собак наблюдается панкреатит. Еще одним последствием гипоксии является развитие некроза гепатоцитов. При этом клетки погибают печени точно так же, как и клетки поджелудочной железы, но такой некроз редко имеет серьезное клиническое значение, хотя обязательно повышенные АЛТ и АСТ мы будем регистрировать в этом случае. И здесь хотелось бы сразу сказать по поводу гепатопротекторов. У нас любимая частью схемы лечения бобезиоза в Новосибирске является применение гепатопротекторов. АЛТ и АСТ повышены, значит, некроз гепатоцитов скорее всего происходит, а давайте будем использовать гепатопротекторы. Я всегда предлагаю вот такую для себя картинку. Что такое гепатопротектор? По сути, это некие вещества, особенно если мы говорим об эссенциале, которые встраиваются в оболочку гепатоцита, его защищают от гибели, от воздействия на него неблагоприятных каких-то химических веществ и так далее. Вот такой своеобразный корм для гепатоцита, специфичная здоровая диета, вводимая внутривенно. И представьте себе кошку, которую тоже кормят какой-то диетой. А теперь мы начинаем кошку душить. Вот какая разница, кормите ее при этом или нет? Она все равно погибнет, она задохнется. То же самое касается с гепатоцитом. Если он испытывает гипоксию, если ему суждено погибнуть из-за того, что печень отключена фактически от кровотока, сокращена перфузия через гепатоциты, то какая разница, кормили вы его при этом, не кормили перед смертью. Это все равно. Восстановите кровоток, все будет хорошо. То же самое касается нейронов. Мы часто наблюдаем энцефалопатию у собак. Чаще всего это выражается просто хотя бы в слабости задних конечностей и другие бывают, конечно, симптомы. Разумеется, гибнут нефроны, при этом причиной гибели нефронов и развития острой почечной недостаточности у собак является гипоксия. Я отдельно это подчеркну, поскольку очень часто слышу от своих коллег о том, что причиной острой почечной недостаточности является то, что там попадает гемоглобин в почке, он является каким-то токсичным веществом, убивает нефроны, более того, механически закупоривает какие-то канальца, все это там забивается и почка не работает. Вот если начать туда все лить в собаку, желательно как можно побольше, то тогда мы промоем почки, гемоглобин вымоется и все будет хорошо. Так вот, это не так. Дело в том, что вот эта вся картинка была просто перепечатана, такая копипаста из патологии человека, такой как малярия. На самом деле у собак проводили очень интересное исследование, когда брали здоровых собак, брали гемолизированную кровь, то есть брали свободный гемоглобин и внутривенно вливали собакам все время гемоглобин, вливали, вливали, вливали и ни у одной собаки не добились развития острой почечной недостаточности. То есть собаки прекрасно выводили этот гемоглобин и при этом нарушений в почках у них не наблюдалось, причем под нарушениями в почках понимается не то, что они там на УЗИ что-то не увидели или еще что-нибудь, этих собак убивали, вскрывали, делали гистологию их почек, более того, проводили электронную микроскопию и смотрели, какие имеются там повреждения. Да, некоторые повреждения там имелись, но они были весьма умеренные и несерьезные. И у другой группы собак перекрывали кровоток почкам, либо его сокращали частично, и смотрели потом, что происходит у них в почках. Соответственно, там же на электронной микроскопии обнаруживали определенные изменения и сравнивали их с теми, что наблюдается при вскрытии у собак и при электронной микроскопии. Было показано, что те изменения, которые происходят в почках у собак с бобезиозом соответствуют гипоксическим повреждениям почек в эксперименте. Поэтому мы здесь обращаем внимание не на то, чтобы промыть почку чем-то там, себе как представляют это некоторые. Нам важно возобновить нормальную перфузию почек для того, чтобы туда поступал нормальный кислород. Ну и плюс метаболический ацидоз, я думаю, тоже здесь останавливаться я не буду. Что касается лабораторной диагностики, здесь мы обращаем внимание на первое, что это общий анализ крови. Разумеется, мы наблюдаем в первую очередь анемию. Чаще всего в начале заболевания нормоцитарное, нормохромное, нерегенеративное, поскольку не происходит выделения ретикулоцитов. В дальнейшем она становится макроцитарной, гипохромной, регенеративной с ретикулоцитозом. Очень важным для нас показателем является гематокрит. С учетом возможной гематоконцентрации. Помним о том, что гематокрит может быть несколько лучше, чем на самом деле из-за того, что собака просто засохла. Владелец, разумеется, ее принес на 10-12 день заболевания после сушников от водки. Разумеется, гематокрит может быть очень высоким. Реакция кунса. Все время говорил всем о том, что не делают реакцию кунса во всей стране. Теперь можно сказать о том, что здесь в поиске непосредственно в Санкт-Петербурге у вас есть возможность сделать реакцию кунса. Сразу скажу, что она в 85% случаях у собак с бобезиозом будет положительной. Почему? Потому что эта реакция показывает наличие антител против собственных эритроцитов. И они при бобезиозе присутствуют как минимум в 85% случаев. То есть она будет положительная. И помните всегда, что в первую очередь необходимо исключить бобезиоз и потом начинать искать иммуноопосредованные анемии другого характера. Агглютинация будет наблюдаться в 21% случаев. Кроме того, мы будем находить тромбоцитопению и нейтропению таких животных. То есть это тоже очень частные изменения. Что касается биохимии крови, здесь мы будем наблюдать повышение АЛТ, желчных кислот, что связано с ненормальным деятельностью гепатоцитов в момент гипоксии, будет повышение кретинина и мочевины из-за нарушения перфузии почек. Далеко не всегда наблюдается, но довольно-таки часто. И самое интересное это то, что происходит с всевозможными электролитами и глюкозой у таких животных, поскольку очень часто мы не имеем возможности делать электролиты. Но, во всяком случае, среднестатистическая клиника обладает гематологическим, биохимическим анализатором, а вот ионы крови смотрят относительно редко. Крупные клиники, разумеется, имеют такие аппараты, но далеко не все проверяют животных перед тем, как начинать, например, инфузионную терапию. И у нас почему-то все врачи исходят из следующего, что собака, которая пришла с бобезиозом, она приходит с гипо всем. С гипонатриемией, гипокалемией, гипохлоремией, с гипогликемией. И это в действительности так. Большинство животных будет иметь гиповсё, то есть снижены все вот эти показатели. Но тем не менее, среди животных, которые больны, у некоторых из них будет гиперкалемия, например, в результате ненормальной работы почек, у некоторых будет наблюдаться гипергликемия из-за того, что произошел панкреатит, и на самом деле выбор инфузионной терапии, которая будет показана данному животному, должен быть сделан на основании электролитов крови. Это обязательно. Если вы не имеете возможность это сделать, то как минимум умерьтесь в тех растворах, которых вам приходит в голову, чтобы еще залить собаки. Гиперфибриномия наблюдается, но не знаю, насколько для нас это имеет большое значение, и возрастает циреактивный белок, что показывает о том, что имеется системное воспаление у таких животных. Что касается непосредственно диагностики самого возбудителя, здесь у нас несколько вариантов. Это, во-первых, окрашенный мазок капиллярной крови, мазок обогащенной крови, возможность сделать ИФА. ИФА используется у нас крайне редко в условиях клиники, чаще всего ИФА используется только в экспериментальных каких-то работах, поскольку очень часто бывает ложноположительным. к примеру, либо не успевает стать положительным в острых случаях, что тоже имеет большой недостаток. И, разумеется, полимеразная цепная реакция, о которой мы сейчас тоже еще поговорим. Что касается окраски, разумеется, мы чаще всего пользуемся экспресс-методами, скажем, окраски. Чаще всего у нас идет краска Лейкодив, окраска, по сути, по романовскому гимзе, то же самое, только более удобная. И обязательным критерием постановки диагноза бобезиоз, например, у нас в клинике является обнаружение грушевидных парных образований в ретроцитах. Я обязательно это подчеркиваю, поскольку очень часто врачи начинают принимать за бобези любые образования, кругленькие, амебовидные и так далее. Если вы не взяли для себя как стандарт именно двойная грушевидная форма, вот тогда чаще всего начинаются ошибки. Да, конечно, и среди вот этих кольцеобразных образований можно опознать бобезию, увидеть, то, что она кольцевидная, что имеется ДНК и так далее. Но для себя надо начать именно с обнаружения парных грушевидных форм, иначе будут возможны ошибки. Разумеется, мазок тоже просматривает все очень интересно. Я каждый раз говорю о том, что у нас в клинике диагностика проходит следующим образом, на два этапа идут. Намазали кровь, покрасили, посмотрели, нашли, есть диагноз, нет диагноза, оставили мазок крови, потому что сомневаетесь, ждете главного врача. Когда он придет, через день, через два у нас все мазки хранятся. То есть мы стекла не моем в принципе, мы всегда их выкидываем, но и при этом всегда они подписаны и хранятся. И каждый раз это выглядит примерно следующим образом. Я прихожу в клинику и спрашиваю, что у нас за стеклышки лежат. А вот вчера приходила собачка такая-то, у нее симптомы такие-то, такие-то, все прям указывает на бобезиоз, бобезий не нашли. Я ставлю мазок, первое же попавшееся поле зрения и я им быстренько сразу показываю. Вот она бобезия. Почему это происходит? Врачи очень часто логика такая. Бобезии живут в эритроцитах, правильно, да? Живут в эритроцитах, значит надо смотреть, где эритроцитов много. И вот там они начинают все это искать. Смотреть надо там, где эритроцитов мало. Надо смотреть там, где находятся белые клетки крови. Это лучший вариант для поиска. Я всегда нахожу щеточку и в щеточке непосредственно смотрю, ищу бобезий. Связано это с тем, что уже в капле в крови происходит перераспределение эритроцитов и бобезии, они любят кататься, то есть когда вы начинаете стеклом вот так вот ехать, они говорят, ура, и поехали до конца. На самом деле происходит это по-другому. Дело в том, что бобезии любят молодые. Во-первых, эритроциты, они более легкие на самом деле. И более того, поскольку они их выедают постепенно изнутри и рассеивают энергию вокруг себя, используя ее на свою жизнь, то соответственно эритроцит становится легким. И в тот момент, например, если мы наберем в такой гематокритный капилляр, дадим крови отстояться, либо отцентрифугируемся, произойдет следующее. У нас отделится плазма, появятся белые клетки крови, эритроциты, и бобезии все будут вот тут, в самом верху, ровно под белыми клетками крови, поскольку это легкие эритроциты. Они останутся на поверхности гематокритного капилляра, то есть сразу вот там. И соответственно, то же самое происходит в тот момент, когда вы размазываете кровь по стеклышку. Вы наносите каплю крови, соответственно, происходит перераспределение, все тяжелые эритроциты, все падают вниз, белые клетки крови начинают оказываться сверху, вы мажете стекло, у вас в конце в щеточке остаются как раз белые клетки крови, и те эритроциты легкие, в которых находятся бобезии. Именно поэтому микроскопию надо проводить прямо там в щеточке. Это гораздо проще. Ну и соответственно, вот этот обогащенный мазок мы тоже выполняем, используем для этого капилляры гематокритные, заполняем кровью, ждем распределения, соответственно, на несколько слоев, и после чего, почему именно гематокритный капилляр, он очень легко ломается, мы его просто-напросто отламываем, выкидываем нижнюю часть, вот это выдуваем аккуратненько на стекло, выпускаем, и делаем мазок. Получается обогащенный мазок, в котором большое количество лейкоцитов, совсем небольшое количество эритроцитов, одна буквально капелька, и при этом чувствительность такого мазка выше в тысячу или в десять тысяч раз, нежели чем другой. Это один из самых лучших способов продиагностировать бобезиоз, если у животного длительное, например, заболевание, и вы долгое время не можете найти бобезиев, можно попробовать вот такую концентрацию. Есть другой вариант, если кровь постояла некоторое время, можно набрать при помощи тоненькой пипеточки все то же самое, вот этот самый слой, самый верхний, аккуратно собрать и сделать мазочек. Помните о том, что вы можете тем самым ухудшить на самом деле диагностику, потому что если вы опуститесь ниже, вы будете брать самые бедные эритроциты, то есть те, которых не будет бобезей. Поэтому с этим методом надо быть осторожнее. Ну и разумеется, вот картинка, как это все выглядит в щеточке, мы видим большое количество лейкоцитов относительно, и видим ту самую картину, которая нам говорит все о патогенезе. Вот они бобези, кричат и машут, алло, мы тут. И вот чем занимаются белые клетки крови в это время. Они занимаются чем угодно, только не ловят их, они разрушают нормальные здоровые эритроциты. Причем некоторые тут пытаются ухватить побольше и все это в себя втянуть. Соответственно, следующее, что мы можем сделать, это полимеразная цепная реакция. К сожалению, полимеразная цепная реакция имеет один важный недостаток, это скорость ее выполнения, если вы отправляетесь, особенно во внешнюю лабораторию. На самом деле, ПЦР делается в течение буквально двух часов, и несмотря на это, мы отправляем в лабораторию, получаем на следующий день результат. В Москве говорят, вообще три дня ждут результата. И в результате мы что имеем? Что у нас есть пациент, мы подозреваем у него довольно-таки простое заболевание, мы наверняка почти уверены, что у него там происходит, мы имеем возможность ему поставить клинический диагноз, неподтвержденный лабораторным, и попробовать его лечить. Это один из таких недостатков полимеразной цепной реакции, поэтому она относительно редко используется, но тем не менее, она очень для нас важна, поскольку это самый лучший и самый чувствительный метод для определения бобезиоза. Если там обогащенный мазок в 10 тысяч раз чувствительнее, чем обычный, то, что касается полимеразной цепной реакции, это порядка 100 в 10 миллионов раз чувствительнее, нежели чем мазок. Представляете себе, да? И как раз тяжелые случаи для диагностики необходимо обязательно отправлять на ПЦР и перепроверять себя. Кроме того, полимеразная цепная реакция имеет следующий недостаток, это возможны длительные, ложноположительные результаты после лечения бобезиоза. Это связано с тем, что эритроциты, в которых бобези уже не живут, они погибли, могут достаточно длительное время циркулировать в кровотоке из-за того, что это такой гробик, в нем плавают покойные бобези. Он еще способен некоторое время работать, протискиваться через селезенку и, соответственно, будет разрушен по мере старения эритроцита и происходит это обычно где-нибудь так, через дней 60. То есть до 60 дней может быть положительной, ложноположительной эта реакция. То есть контроль в ПЦР результатов лечения не обязательно будет полезен, скажем так. Ну и само собой у нас есть ограничения, связанные с ПЦР, а именно то, как оно устроено. Я вам уже рассказывал пример с Украиной, ложноположительные реакции, как они считали, что это бобезиофелис, на самом деле дизайн праймера был таков, что на самом деле реагировать он мог даже на бобезию микроти и так далее. Поэтому само собой необходимо смотреть, как устроен праймер и он должен как минимум вылавливать все виды бобезий сразу, поскольку у нас бобезиоз вызывается не одним видом. То есть это не должна быть узкоспецифичная реакция. Но и с другой стороны может получиться так, что вы получите положительный результат по бобезиозу в ПЦР, а вот с какой видом бобезии вы имеете дело, вы не знаете. И лечение бобезиоза, вызываемой бобезией гипсони и бобезией канист очень серьезно отличается по своей структуре, то есть по применению препаратов. И соответственно вы можете иметь такую ситуацию, что вы лечите бобезиоз, а вы лечить не можете. Необходимо было сделать бомозок в такой ситуации и посмотреть хотя бы малые либо большие бобези у вас имеются в мазке и из этого уже исходить. Что касается лечения, и на этом я буду заканчивать, имеется два основных препарата на российском рынке, два точнее действующих вещества, препаратов очень много, которые используются для лечения бобезиоза. Первый препарат это дименозенодиацитурат. На самом деле сейчас довольно-таки много солей дименозена, связано с тем, что диацитурат очень нестабилен и в растворах, и поэтому нам же пытаются продавать препараты удобные, мы предпочитаем использовать уже готовые какие-то растворы, чем разводить, применять и так далее. Поэтому там смеси уже солей дименозена бывают. То это препарат относительно морально устаревший, и я всячески борюсь с его применением в клиниках. Связано это с тем, что данный препарат относительно токсичен для собак. Есть довольно-таки интересные опыты, связанные с применением этого препарата здоровым животным, и было выяснено, что дальше у здоровых животных дозировки нормальные терапевтические могут вызывать довольно-таки серьезные клинические последствия. Так, например, некоторые животные могут переживать, например, 15 последовательных введений дименозена, как ни в чем не бывало, а у некоторых из них может наблюдаться гибель из-за введения дименозена, и, соответственно, на вскрытии у таких животных были обнаружены повреждения таламусом и жирчка среднего мозга, то есть происходит некроз нейронов. В российских учебниках еще усугубляется эта ситуация тем, что там прописано двукратное применение дименозена, в то время как во всем мире используется он, как правило, однократно. То есть если собака пережила первое введение, у вас есть всегда второй шанс воспользоваться учебником и ее добить. Второй повтор вообще рекомендуется только в случаях заражения бобезия гипсони, но сразу скажу, что дименозен здесь не дает стопроцентного успеха и, скорее всего, потребуется применять другие препараты. Также есть такая рекомендация, как применять 2 мг на килограмм для того, чтобы добиться преимуниции так называемой. Имидокарба-дипропионат это тот препарат, который мы чаще всего используем. Большое уже количество дженериков появилось, в том числе достаточно качественных иностранных дженериков. Терапевтическая доза колеблется от 3 до 10 мг на килограмм подкожно. Все зависит от препарата. Кто-то пишет 3 мг на килограмм, кто-то 4 мг на килограмм. В оригинальном препарате было в имизоле 7,5 мг на килограмм и обязательно двукратное введение было прописано. Сейчас в инструкциях пишут про однократное введение, возможно, или двукратное на выбор врача. Мы используем стандартную дозировку 7,5 мг на килограмм, несмотря на инструкцию и обязательно вводим двукратно, приглашая владельцев на введение препарата через 2 недели. При этом у нас есть возможность увидеть здоровое животное, насколько оно оправилось, побеседовать еще раз об обработке клещей, об исследовании на другие заболевания, например, на боррелиоз, животное начинает сероконверсию. Мы обязательно даже здоровым внешним животным вводим повторный имидокарб, поскольку это рекомендуется по инструкции к оригинальному препарату. Что касается побочных эффектов, они бывают относительно редко при применении имидокарба и прекрасно снимаются обычным атропином. Что касается лечения кошек, здесь все очень слабо разработано. Есть данные об эффективности деменозена, двукратно 2 мг на килограмм дважды с интервалом в одну неделю. Имидокарб также можно применять кошкам. Сразу скажу, что смертность от применения деменозена и имидокарба всегда присутствует у этих животных. Они не всегда хорошо переносят данные препараты. Про осложнение, наверное, говорить уже не будем. И последние буквально два слова о химиопрофилактике бобезиоза. Во-первых, у нас в инструкциях, особенно к отечественным препаратам, прописано, что препарат можно применять профилактически. То есть для того, чтобы животное защитить в течение 21, в некоторых инструкциях даже 28 дней от бобезиоза. Пользоваться этой опцией я вам настоятельно не рекомендую. Дело в том, что вот это колебание от инструкции и инструкции обусловлено тем, что в разных экспериментах у разных производителей были разные результаты. То есть одни собаки оказывались защищены на 14 дней, в других экспериментов на 21 день, у кого-то на 28, что говорит о том, что популяция собак неравномерна, и каждая собака может по-разному, с разной скоростью выводить из организма этот самый медокарп, и профилактический эффект может крайне сильно колебаться. Поэтому полагаться на этот эффект не стоит. Если приходится такое делать, то, как правило, рассчитывайте на 14 дней защиты, и при этом в некоторых клиниках есть вообще такая практика, это каждые три недели, например, вводить собакам медокарп. Сразу скажу, что эксперименты по длительному введению медокарпа проводились, и было показано, что такие животные, как правило, имеют повышенное АЛТ и СТ в крови, что говорит о смерти гепатоцитов, но ни у одного такого животного гистологически не был подтвержден какой-либо гепатит, гепатоз или что-нибудь подобное в результате применения препарата. Поэтому это примерно как потребление алкоголя. Не очень, конечно, хорошо для печени, но периодически все-таки можно докатиться до цирроза, сможет не каждый. Наверное, что-то из такого разряда. Ну и что касается введения диминозенов, то профилактически их введение нецелесообразно. У нас в клинике чаще всего вводится медокарп профилактически в тех случаях, когда приходят истероидные дамы, говорят о том, что я нашла клеща на собаке, я не буду ждать, пока она заболеет, сделайте, что-нибудь. Если не знаете, что сделать, постарайтесь успокоить, не удалось, можно поставить медокарп. То есть таким образом можно профилактировать развитие заболевания у такого животного. Пожалуйста, ваши вопросы. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,